Друзья, всем привет! Уже как чуть больше недели прошла масштабная презентация компании Xiaomi, но я упустил один такой интересный момент, который касался презентации HyperOS 2 Global. Отдельное видео, так скажем, с итогами презентации я сделал, но там было все вокруг да около. Но многих интересует вопрос по состоянию на 10 марта 2025 года. Где же мое обновление, почему еще до сих пор не пришло, ну и в принципе, когда это ожидать? Компания Xiaomi выкатывает новые, получается, даты обновлений, новые сроки обновлений, с которыми я вас сегодня и ознакомлю. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Кому будет интересно, данный сайт я, как обычно, оставлю в описании под этим видео. Я думаю, что для многих он уже стал, скажем так, очень знакомым. Получается, что поменялось с момента презентации? Компания обновила сайт. Они добавили немного информации по Xiaomi HyperCore, что оно такое, для чего оно необходимо и как оно улучшает систему. Также был добавлен еще такой отдельный раздел, как Xiaomi HyperAI. То есть, этот раздел у нас, скажем так, именно суммирует все те фишки искусственного интеллекта, которые есть, плюс добавляет новое. Вы можете мне спросить, а ведь был же у нас такой раздел, как AI службы, но получается, его решили убрать и добавить HyperAI, чтобы, в принципе, все смотрелось эстетично, ну и, в принципе, под саму систему от Xiaomi. Далее, что еще нам разработчики добавляют? Они нам указывают на то, что добавляются новые динамические экраны блокировки, как это было реализовано в китайской прошивке. Но, как вы понимаете, вся эта история будет добавлена не для всех аппаратов. Плюс еще есть динамические обои, которые тоже будут добавлены не для всех аппаратов. Получается, что же касается всевозможных там дополнительных настроек, которые связаны с искусственным интеллектом, вы о них, ну, скорее всего, слышали, кроме такой темы, как All New AI Art. Получается, вы условно на планшете сделали какой-то набросок, далее вы, получается, можете его ввести, после чего вам система выдаст какую-нибудь интересную 3D-картинку. И понятное дело, что вас, конечно же, больше всего будет интересовать информация, когда же мое устройство получит то самое обновление. Во-первых, они, получается, выкатывают нам отдельно, когда смартфоны Xiaomi получат фишки Hyper AI. И, соответственно, если ваше устройство, если вы, допустим, себе сразу Xiaomi 15 хотите купить, то оно у вас сразу из коробки все будет доступно, так же, как и на новых планшетах. Кроме этого, на следующих аппаратах, которые вы сейчас видите на своих экранах, начиная с апреля 2025 года, так же начнется получение всех новых фишек этого искусственного интеллекта под названием Xiaomi Hyper AI. И то есть, все то, что вы вот здесь видите, эти аппараты и получат все фишки искусственного интеллекта. И да, это не ошибка компании, это действительно так. Ну и плюс, соответственно, планшет Xiaomi Pad 6s Pro 12.4. Что же касается рассылок HyperOS 2. Разработчики также их скорректировали. И, соответственно, если у вас новый Xiaomi 15 и новые планшеты от компании Xiaomi, то у вас сразу из коробки все это будет идти. Так же, как и у Xiaomi Watch S4 и Redmi Watch 5. Если же мы немножечко приземляемся и смотрим на те аппараты, которые, в принципе, у нас с вами есть, они те, которые были представлены. То, начиная с марта по июнь 2025 года, вот эти аппараты, которые указаны перед вами, получат обновление до HyperOS 2. Кроме этого, все то, что нам с вами раньше рассказывали, что начиная там с ноября 2024 года аппараты получат обновление. Еще не все аппараты, кстати говоря, его получили. И потому разработчики тут нам скорректировали, что начиная с ноября и по март 2025 года, все указанные смартфоны, которые есть в данном списке, также смогут получить новое обновление. Опять же, далеко не весь список только что был перед вами, и мы опускаемся дальше. Смотрите, здесь у нас с вами с декабря 2024 по май 2025. И здесь куда уже больше аппаратов, которые рассчитывают на получение нового обновления. Так что, если вам новое обновление до сих пор еще не пришло, вы не думайте, что разработчики, ну, скажем так, специально забили, забыли. Они, во-первых, просто не могут нормально сделать все эти прошивки, во-вторых, они не могут всю эту рассылку нормально организовать, ну и в-третьих, они, видимо, решили что-то потянуть. Что же касается вот этого списка, начиная вот с декабря 2024 по май 2025, пока F6, вот сегодня, 10 марта, публичная рассылка начала рассылаться на данное устройство. Поэтому, опять же, друзья, как вы понимаете, что все эти списки, лишь примерные какие-то сроки, лишь примерные какие-то месяца, в которые компания может сделать рассылку нового обновления. Так же, как и получается для Xiaomi Pad 6, рассылка также уже произошла, хотя он у нас указан, что с декабря по май. Ну, опять же, с декабря по май, и мы, в принципе, в эти сроки с вами и попали. Подведя некий такой итог всей этой истории, компания Xiaomi, как и обычно, пытается, знаете, обмануть судьбу, она пытается как-то выдавать желаемое за действительное. Они хотят, чтобы как-то рассылка была, ну, может быстрее, может быть, они хотят как больше хайпа в этом вопросе сделать, а потом этот момент обновления тупо оттягивать. И также еще важный момент, вы должны понимать, что вам сначала придет новая прошивка HyperOS 2, а потом уже будет приходить новое крупное обновление, которое идет под нумерацией 2, 0, 100, 0, ну и так далее. Там, 101, 106 могут быть прошивки и тому подобное. Так что, вот такие у нас моменты касательно обновлений, и я думаю, что этим видеороликом мы также закроем определенную часть вопросов, а почему мне до сих пор не пришло новое обновление HyperOS 2. И также, как я уже в этом видеоролике упомянул, что помимо рассылки HyperOS 2, еще будет и рассылка, конечно же, новых фишек HyperAI, и отдельное видео, про которые я также сделаю в скором времени на канал. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok